МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Таинственный Евгений Стеблов. Я хотел бы, чтобы в моей жизни были такие друзья. Что стало с его единственным сыном? Ну, во-первых, это очень обсуждалось. Почему после автокатастрофы у актёра началась другая жизнь? Я оперировался в гриме. Чёрная полоса Евгения Стеблова. Всё-таки вытащила его из этого омута, понимаете? И секреты его мастерства. Здравствуйте, други мои! Свет, ты меня любишь? Что да? Да, да? Или да, нет? Кончай неудобный нарушник. Трогательный, смешной, растерянный, влюблённый. Жених из фильма «Я шагаю по Москве» не может не вызвать симпатии. Юный Евгений Стеблов, тогда ещё только студент училища имени Щукина, исключительно точно передал состояние молодого человека, который готовится создать семью. И сегодня уже трудно поверить. Когда Стеблов пришёл на кинопробы, Георгий Данелия категорически отверг его кандидатуру. Режиссёр с первого взгляда решил, этому парню в его фильме места нет. Георгий Николаевич сначала меня забраковал вообще, а Витя велел сделать фотопробу. Витя – это Виктор Зазулин, однокурсник и друг Стеблова. Молодые люди оказались на Мосфильме случайно. Планировали пойти в кафе «Мороженое», а поехали на советскую фабрику «Грёз». И вот уже Вите делают кинопробу, а забракованный Женя Стеблов стоит в стороне. Там была Ликарон на вербах, замечательный ассистент по актёрам, теперь это называется кастинг-директор. Она заикалась, мы её звали с Никитой Ликозаикой. Вот она потом объясняла, что ты так жалобно смотрел, что я решил тебе тоже сделать фотопробу. У Жени очень яркая внешность. Именно эта внешность, собственно, мне кажется, повлияла на ту череду ролей, которые он сыграл. Я не помню, чтобы я уж так жалобно смотрел, просто у меня взгляд такой действительно может быть жалобный. Всего один взгляд изменил судьбу Евгения Стеблова. Сделали эту фотопробу в костюме жениха с партнёршей Эрой Зиганшиной, моей однокурсницей. В результате эта фотопроба стала моим звёздным билетом в буквальном смысле, потому что когда Георгий Николаевич увидел эту фотопробу, он распорядился, чтобы «давайте его сюда». Мог, конечно, быть другой актёр на месте Евгения Стеблова в фильме «Я шагаю по Москве», но вот именно Евгений Стеблова оказался очень на своём месте. Он был такой естественный и в то же время странный, необычный какой-то и очень трогательный. Когда человеку так плохо, так вот вместо того, чтобы его поддержать, ему вот рубашки рвут. У него есть колоссальное для актёра качество, что ли, я не знаю. Он неповторимый индивидуален. А что у тебя голос такой? Малорадостный. Ничего. Свет, алло! Я когда смотрел «Я шагаю по Москве» фильм, мне очень симпатичны такие образы, и я хотел бы, чтобы в моей жизни были такие друзья, вот как Михалков молодой, как молодой Стеблов. У меня такая жажда по таким людям, потому что с ними просто можно молчать, даже ничего не говорить, а просто знать, что они есть рядом. Но если человек создаёт такие образы, значит, в нём тоже это есть. В 1963 году, когда на экраны кинотеатров вышел фильм «Я шагаю по Москве», Женя расценивал своё чудесное появление на съёмочной площадке как удачу. Талантливый человек, талантливый. Хорошо, что вот пришло как-то вовремя всё. Тоже хорошо, правда. Нет, он не стал такой звездой, и тогда сказать, нет, нет. Сегодня же народный артист, педагог и первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Евгений Стеблов считает, это был Божий промысел. Человек абсолютно свободен, а с другой стороны сказано, что волос без воли Божией с головы не упадёт. Как это совместить? То есть, с одной стороны, полная свобода, с другой стороны, абсолютная какая-то заданность, да? Я долго, так сказать, думал над этим, а потом понял, что здесь, в трёхмерном пространстве, мы абсолютно свободны. Но Господь уже знает, что мы выберем. Он знает наш путь. О своём пути и том, кто его по нему направил, Евгений Стеблов размышляет много. Свою дорогу в храм он нашёл уже давно. Мы не знаем промыслу Божьего. Мы можем только верить и в какой-то мере ощущать его присутствие в своей жизни. У него сын в монастыре, а был совершенно светским человеком, и оператором, и режиссёром, но потом вдруг раз и ушёл. Ну, во-первых, это очень обсуждалось. Женя очень переживал, очень переживал, и говорил, ну вот как же, вот сын и талантливый, и почему его никто не снимает. И я понимаю, как ему было тяжело, когда он сам является вообще просто величиной. Единственный сын актёра Сергей стал иноком Соловецкого спасо-преображенского монастыря. Уйти от мира он решил семь лет назад. Отцу было непросто смириться с его поступком. Сын пропал куда-то, и он вроде бы не знал. Я его спросила, Жень, что случилось? Он говорит, нет, он в монастыре, я понимаю его выбор. Вот он так сказал. Может быть, как бы не сразу, но подумав, я понимаю его выбор. Он так сказал. Навещаю по разрешению руководства монастыря. Так это самовольно, не деликатно делать. Я там и живу обычно, в монастыре там. Ну, обычно я неделю там провожу. От самолёта до самолёта. Но особо мучительным для народного артиста оказался другой вопрос. Однажды, чтобы разрешить свои сомнения, Евгений Юрьевич отправился к старцу в Свято-Пафнутие в Боровский монастырь под Калугой. Перед поездкой Стеблов посоветовался с сыном. Серёжа мне говорит, пап, если тебе что-то не ясно, ты можешь съездить туда. Но ты учти, что если такой человек тебе что-то скажет, ты должен следовать тому, что он тебе скажет. Если ты ослушаешься, ничего хорошего не будет. Евгений Стеблов не испугался и поехал. А у него там, когда мы приехали, там человек 150 в коридоре. Народу там и больные, там всякие люди. С младенцами. Все к нему, со всей России. Ну и вот нас, значит, пригласили. Мы вошли, я встал на колени, там к руке. А он так мне обрадовался, но он вообще всем очень радостно всех встречает. Но меня он ещё узнал. Я так понял, что он меня по кино узнал. И очень ласково со мной общался. Что за боль привела Евгения Стеблова к старцу? Помог ли ответ батюшке решить мучительный вопрос? Исследует ли народный артист к настоянию с херхи Мандрита Власия, как советовал ему сын? Евгений Юрьевич – человек верующий. Он нечасто соглашается на интервью. Но если уж делает это, то на все вопросы отвечает глубоко, осмысленно и предельно честно. Ну, не реже, чем раз в три месяца я обязательно причащаюсь. Это уж обязательно бывает чаще. А вот эта манера его вот такая тянуть, что-то такое, она идёт. Мне кажется, не от нерешительности какой-то, а от закрытости. Он не распаляет себя на всех. Вот ты я, душка такая, вот для всех хорошая, всё прочее. Актёру это тоже, наверное, очень необходимо. Всё-таки что-то сохранять своё интимное и только своё личное для себя, чтобы потом было с чем выходить на сцену. Внешность действительно часто бывает обманчивая. О том, насколько человек сильный, насколько в нём стержень, по внешности судить, по-моему, глупо. 1957 год. В Москве, около храма, что напротив Рижского вокзала, с протянутой рукой стоит девочка. Просит ради Христа подать милостыню. Сердобольные прохожие редко ей отказывают. Никто же не догадывается, что это жалкое создание на самом деле переодетый мальчишка. 12-летний Женька Стеблов после школы бежал не гонять в футбол с друзьями, а надевал платье и шёл на паперть. Я покупал гримы, это вот был на Пушкинской площади, дом актёра, там был же магазин театральный, там покупал грим, гримировался, да, ну, так-то детское увлечение было. Стоял там на паперте, пока меня не прогнали конкуренты. Если рассматривать Женя Стеблова как вот представителя такой русской психологической школы, то это просто образец, с моей точки зрения, образец органики, образец глубокого понимания всегда того, что он делает. Не голод и не нужда гнали Женьку просить подаяния. Он же из какого-то там рода, понимаете, всё, и он это помнит, и он это чтит, и хранит, и старается сохранить это в себе, и может даже передать кому-то, это было бы прекрасно. Семья Стебловых по довоенным временам была не самой бедной. Уже в пять лет Женя играл не в машинки и в войну. Он строил собственный театр. Моя бабушка Мария Семеновна, папина мама, она была в командировке в Германии по линии военторга. И вот она привезла мне конструктор такой, театр я из него сделал, на колёсах. И на верёвке этот театр на колёсах возил по коммунальной квартире, и там фигурки были вырезаны из картона. Юному творцу помогал папа. Юрий Стеблов вообще мог сделать всё, что угодно. Однажды он сам собрал телевизор. Это была уникальная, но бытовая задача. Что за чудеса отец творил на работе, семья не знала. Государственная тайна. Я так понимаю, что он был совершенно, даже на уровне министерства своего, уникальный человек по диагностике. Когда что-то случалось с какой-то сложной техникой, никто не мог понять, в чём причина, его обращали к нему, и он это устанавливал причину. Жене талант отца не передался. Но и к актёрам, которые не знают, с какой стороны подойти к молотку, он тоже не относится. У меня обдача была, полдома в деревне, и я там всё сделал, и ремонт. Когда мне что-то в голову сбредёт, я сделаю. Так было и в детстве. Отец только показал, как строить игрушечный театр. А продолжал Женя сам. Став взрослее, он изучил технологию производства кукол и дошёл до того, что его профессионализм в этом деле признал сам Сергей Образцов, руководитель лучшего в Советском Союзе кукольного театра. Я написал письмо в своё время Сергею Владимировичу Образцову, и они мне ответили, и привлекли меня. Я работал со всеми системами кукол, кроме марионеток. Он был своим в театре Образцова, а в восьмом классе стал актёром студии при театре Станиславского. Одесса, Приморский бульвар. Евгений Стеблов хорошо помнит свой дебют на съёмочной площадке, хотя в фильме «Первый троллейбус» его даже нет в титрах. Зато уж картина «Я шагаю по Москве» сразу сделала начинающего актёра всесоюзной знаменитостью. Такая популярность, узнаваемость, и сразу полюбили, и мы, пацаны, смотрели на них, думали, как вот... Премьер в Урале, конечно. Знаешь, Коль, подлец я. И Женя там с драматизмом настоящим, там переживания такие, он там плачет, ну, там драма настоящая. Вот такие драмы ведь у молодых людей, которых предстоит армия, как они расстаются со своими девушками, с невестами, это большие очень драмы бывают. На самом-таки шекспировские просто. И там Женя всё это играл. Замечательно совершенно. Нет, он играет на полном серьёзе всё это. Люблю масштабные проекты. Спустя много лет он вспомнит свои первые картины, когда встретит на площадке молодое поколение актёров. Мы, когда снимали День выборов, это был 2006 год, это был первый полнометражный фильм, в котором мы все снимались. Ну, для меня вообще первое кино, там, для ребят, может, второе, третье. Но мы были крайне неопытны. И он говорит, всё, он ещё не вошёл в кадр, а мы уже вошли. И он говорит, ребята, вы так слишком много выдаёте. Это вы в театре правильно вот так выдавать? Может, зритель здесь, и как-то... Театр более условное искусство. Поэтому краски нужно прибирать и так просто вот там говорить тексты, а играть глазами. И всё. Ну, мы подумали, какой классный совет, какой мастер вообще, как это всё. А потом входит в кадр сам Евгений Стеблов и делает так вот. Здравствуйте, други мои! У-у-у! Какие вы! У-у-у! Вот такие краски. Будьте здоровы, бояре казачества! Встречайте! Саня, режиссёр! Мы так удивились немножко и вот в перерыве между дублями говорим, Женя, а вы же говорили, что только глазами и просто текст проговорили. Он говорит, не, ну при чём? Я же мастер, мне можно. Несмотря на то, что Данелия поначалу забраковал Евгения Стеблова, случайно сделанная фотопроба оказалась исключительно убедительной и режиссёр рискнул. Там уже на эту роль был актёр, утверждён. И он слегка заикался, этот артист. Георгий Николаевич, значит, утвердил меня, а тому надо было звонить с отказом. И Ликарон на вербах, она сказала, Георгий Николаевич, вы мужчина, вы ей зазвоните, я женщина, я не могу. И вот он позвонил, и тот так орал, так крыл, значит, и Георгий Николаевич, и руководство Мосфильма, и весь кинематограф отечественный и ни разу не заикнулся. Со съёмкой Стеблова была ещё одна проблема. Юноша – студент Щукинского училища, а за работу в кино студентов исключали. Наш ректор, Борис Евгеньевич Захава, он играл Кутузова у Сергея Фёдоровича, Бондарчука в «Войне и мире», а Сергей Фёдорович дружил с Георгий Николаевичем в Данели. Бондарчук позвонил Захаве, и тот очень ласково меня отпустил. Снова божий промысел. В судьбе человека нет ничего случайного. Это Евгений Стеблов знает точно. Смотрите далее. Очередное испытание. Как автокатастрофа едва не лишила Евгения Стеблова профессии? И оперировался в гриме. Легко ли с ним работать сегодня? Постановщик интимных сцен Евгений Стеблов. За чьё сердце пришлось сражаться будущему народному артисту? Толя Васильев и Боря Хмельницкий, они водили её в кафе «Мороженое». Какую потерю он долго не мог пережить? Мог и спиться, мог и не играть. И зачем ездил за советом к старцу? Всё-таки вытащила его из этого омута, понимаете? Ваши роли Центриона из отряда Марка Великолепного. 1977 год. Чехословакия. Евгений Стеблов на гастролях. По дороге в аэропорт актёр попадает в тяжёлую аварию. Я в гриме даже не размыл, не разгримировался. И так я и лежал в гриме. И оперировался в гриме. Ну, руку оперировали они лицо. И я был в шоке. У меня текли слёзы. Я не рывал, а просто лились слёзы, как вот из крана. Вдруг мне пришло сознание, что я – это не это тело. Не то, что вот это раненое в данном случае загримированное тело. А я – это нечто иное. Это один из таких шагов, которые меня подтолкнули к вере. Первую операцию Стеблову сделали плохо. Он мог на всю жизнь остаться инвалидом. Там один врач вечером мне как-то на дежурстве сказал, тебе этот пан-травматолог, который мне остеосинтез первую операцию делал, он тебе руку запорол. А стесняется ему в этом сознаться, потому что светило. Поэтому ты давай, говорит, в посольство сообщи, чтобы… А то ты инвалидом останешься. Вторую операцию провел личный хирург президента Чехословакии. Он спас Евгению Юрьевичу руку. В этом Стеблов тоже видит Божий промысел. Это его точка отсчета по жизни. И он всегда при случае это говорит, что это не он, это не кто-то, это Божий промысел. И я с ним абсолютно согласна. Он человек православный, Евгений Стеблов, народный артист России. И поэтому он сам себе судья и сам себе совесть. В принципе, рука нормальная. Но по сравнению с двумя операциями на сердце, которые я в шестом году пережил, это все, конечно, детский сад. Но тогда я еще не знал, что мне предстоит. И все-таки, несмотря на веру, в жизни актера есть моменты, которые он не сразу смог принять со смирением. Однажды, чтобы разрешить свой самый мучительный вопрос, Стеблов даже отправился в Боровский монастырь к известному среди верующих старцу влазью. А он внешне напоминает такого в каких тонких очках, знаете, профессора медицины. Он, кстати, медиа, он же учился в медицинском институте. Не доучился буквально там. Встреча с отцом Власием одна из незабываемых в жизни актера. Но помог ли схерхимандрит Евгению Стеблову? С каким вопросом актер пришел к старцу? Сумел ли он перестроить свою жизнь после Совета Батюшки? И как принял действие отца сын Евгения Юрьевича и Инок Соловецкого монастыря? Об этом совсем скоро. 1973-й. Советский Союз только что отпраздновал Новый год. А Евгений Стеблов с нетерпением ждет другого важного события. Понимаете, у нас с Линой будет ребенок. Я думаю, мальчик. Понимаете, у меня будет сын. Понимаете? Его семья готовится к появлению на свет первенца. Молодые родители особенно волнуются. У Татьяны, жены Евгения порог сердца. Врачи вообще запретили ей рожать. Ее положили на сохранение там несколько человек в палате. Для нее это просто психическая травма была. Потому что ее мучили с детства, что у нее порог сердца. И она белых халатов просто бегала от них. Потом один наш знакомый профессор под свою ответственность ее забрал из этой клиники. И слава богу, она родила. Роды прошли благополучно. Но испытания на этом не закончились. Буквально на второй или на третий день вдруг говорят, что у него сначала воспаление легких, потом написали поликистоз. Это значит множественные кистозные образования в легких. Как я понял, они его просто простудили или там инфекция была и боялись, что его не станет и поэтому написали такое. И в общем, Таня на третий день с ним эвакуировали ее в Русаковскую детскую больницу там в 40-градусном Воксе. Она вместе с Сережей и с ее сердцем это подвиг был. Мальчика лечили несколько недель. Маме разрешили быть с малышом только днем. На ночь Евгений забирал жену домой, а утром привозил обратно. Один день она мне сказала, уже тепло стало, я его поднесу к окну, давай я тебе его покажу. Поднесла этот кулек и так его вот здесь вот за ухом пощекотало, он так ловнулся рот до ушей, вот я его впервые в окно увидел. Наконец Сережу выписали, но и тогда Евгений не смог как следует разглядеть сына. В отличие от своего героя из фильма по семейным обстоятельствам, он не стирал пеленки и ночами спал. Тихо, спит еще. Актер разрывался между съемками и репетициями в театре и гастролями. Он не мог много времени уделять младенцу. К тому же в одной из поездок Стеблов простудился и, чтобы не заразить сына, на некоторое время переехал жить к маме. Я, знаете, раньше обладал приятным таким баритоном. Потом простудился, пришел в кино. Стеблов задержался в родительском доме, чтобы ребенок не мешал отдыхать от работы. Этого Евгений Юрьевич до сих пор не может себе простить. Он считает, что виноват, но не перед сыном, а перед женой. уже в конце ее жизни она как-то сказала, что она была очень обижена на меня тогда, что я ее бросил, вот то, что я не ночевал с ней, а ночевал у мамы. Тогда я это понять не мог, а сейчас я это очень понимаю. Однажды Татьяна не выдержала. Молодая мать, оставшаяся один на один с новорожденным, не могла понять, почему ее муж так редко появляется дома. Она сорвалась. Они любили друг друга, у них были непростые взаимоотношения, но это жизненные взаимоотношения, не может быть, чтобы вот так за ручку ходили всю жизнь. Я знаю, что такое послеродовая травма психическая, женская, вот, а тогда я не понимал его, и был такой, как-то уже я был дома с ними, и мы пошли гулять с коляской, жил я тогда на Маломосковской улице, вокруг дома обуви, там гулять, и вдруг она так конфликтно себя повела, ужасно, она до этого никогда так не проявляла себя, и она стала меня гнать, вот гнать от себя. я ушел, а она одна с коляской, а до лифта там несколько ступеней, значит, она, ну, наверное, кого-то попросила, кто-то помог, и когда она все-таки пришла домой, она продолжала вот этот конфликт, я был совершенно потрясен, потому что я таких проявлений от нее не ожидал, и я хлопнул дверь и ушел, и только я дошел до лифта, а это уже было холодно, и вдруг она вот босиком как была выбегала, схватила меня за руку и затащила обратно в квартиру, ну, я тогда не понимал перемену женского настроения, я был глупым, мужики вообще дураки. Он иногда как бы закрывает свои эмоции, это нужно, чтобы что-то происходило, что-то такое чрезвычайное, чтобы Женя вот так сказать раскочегаялся и взвился там, я не знаю, может быть такая ситуация, но это очень редко, очень редко. Ну, он как-то умудряется жить элегантно, вот, тем не менее, Евгений Юрьевич на сострый на язык. Евгений познакомился с Татьяной, когда ему было 26. Актер вспоминает, никаких серьезных романов до свадьбы у него не было. Нет, конечно, он влюблялся. Одно из увлечений случилось в училище имени Щукина. Внимание этой студентки добивался весь курс. В нее все были влюблены. Она мне тут как-то сказала, что ты там везде говоришь, что ты был в меня влюблен. Я говорю, так это я же был, а не ты. У нее тогда совершенно другие были личные отношения. Я не буду на эту тему распространяться. А ты по женским прическам тоже специалист? Холост. Ага. Жениться тебе надо, Андрей. Ну, Иван Савельевич, я об этом много думал, но ведь художнику свобода нужна. Скажите, что он красавец, ну, Алан Делон, наверное, все-таки первенство берет в этом соревновании по красоте, но обаяние это замечательное, совершенно легкое такое. И поэтому он всегда покоряет. Позже эта красавица сведет с ума всю мужскую часть Советского Союза. Зовут ее Марианна Вертинская. Доброе утро, Караколь! Я Витя Зазулин и Маша, Марианну звали Машей, она была нашей постоянной партнершей. Все отрывки в институте на протяжении четырех лет я делал только с ней и с Виктором. Мы носили сумки, что называется, портфель за ней, а Толя Васильев и Боря Хмельницкий, они водили ее в кафе мороженое. В результате, через много лет Боря Хмельницкий стал ее мужем. И у них теперь Даша замечательная. Вообще-то, я не любитель шумных развлечений. Тогда зачем же вы сюда пришли? Чтобы увидеть вас. Его любовь была платонической. Наверное, в первую очередь потому, что Марианна увлеклась другим. Но, может быть, и сам Евгений не чувствовал, что готов к серьезным отношениям. Тогда Стеблову только предстоял непростой путь к вере. Но его внутренние принципы всегда были созвучны христианским заповедям. Я никого не осуждаю, упаси Господь, это было бы глупо, я просто дураком бы выглядел. Но, как я считаю, вот, никто же мужчине не мешает, так сказать, вот, сейчас очень разное такое понятие, как пробные браки. Что пробовать? А вот найти как раз человека своей судьбы, что называется, это надо вот и самому быть ответственным в этом смысле. Мы репетировали любовную сцену, значит, и он мне говорит, Женя, ну, ты знаешь, говорит, давай вот поцелуемся как-то вот так, вот я тебя спиной закрою, значит, он не любитель прямых контактов, значит, вот, я говорю, да-да, конечно. И Юрский так смешно сказал, говорит, постановщик интимных сцен Евгений Стеблов. А как поцеловать? в лоб. А? В губы. В губы? Попробуй, в губы. Он такой вот, как будто наивный, как будто очень мягкий, все, но на самом деле, мне кажется, это человек с таким стержнем, он может и секс-символ, только не считает нужным это показывать, понимаете, и это правильно. Евгений Стеблов никогда не разменивался на пробы. Когда он встретил Таню, то сразу почувствовал, это его женщина. Она, знаете, таким качеством обладала, вот на нее смотрят, что неимоверная какая-то фантастическая красавица, а то раз, как фокус, переменил, ничего особенного. И думают, она как птица Феникс, она вот сегодня никакая, завтра совершенно невероятная. Вот в ней было это качество, когда я уезжал на гастроли, я тосковал, но вспомните, облик, у нее настолько много обликов, у меня такое было ощущение, что я прожил 38 лет со всеми героинями русской классики, потому что в ней все это было. Она, с одной стороны, была очень чистый человек, невероятно, как дитё просто, а с другой стороны, такая авантажная, такая куражная женщина, и очень артистичная. Нет, она с ним будет всегда, она с ним будет всегда, и он всегда делает отчёт сначала эта жизнь, а потом уже другая жизнь. Татьяна Стебловой не стала в 2010 году. Евгений Юрьевич не рассказывает, насколько больно было потерять любимую женщину. Он, конечно, был печален, даже трагичен, но вот, может быть, эта вера его спасала, всё-таки вытащила его из этого омута, понимаете. Она была тяжёлой сердечницей, и мы с ней знали, чем это всё закончится. С одной стороны, это было ожидаемо, к сожалению, но с другой стороны, это всегда внезапно. Когда это происходит, как бы мы не были готовы к этому, и в том числе, она была тоже невероятно мужественный человек, всё равно это неожиданно. Этой ране пока не дано затянуться. Стебло вспоминает, как страстно в последние годы его Таня мечтала о внуках, как отдавала нерастраченную любовь маленькой соседке по даче. Там за городом девочка, ну, прямо покоя от неё не было. Она всё время к нам, только утром проснёшься, она уже, а та-то выйдет? И Таня с ней всё время играла. Я говорю, Таня, ну, у неё есть бабушка там, мать есть. Она мне говорит, Женя, неужели ты не понимаешь, что мне это нужно? То есть, у неё была потребность вот во внуках, очевидно. Однажды Евгений понял, его Татьяна прощается с жизнью. Она не объявила об этом открыто, даже не думала драматизировать. Всё было проще, серьёзнее и от этого гораздо страшнее. Незадолго до ухода из жизни, она говорит, сейчас это уже не имеет никакого значения. Я говорю, почему? Она говорит, потому что мы уже этому ребёнку ничего дать не сможем. Вот она сказала такую фразу. Она была в коме, но в один день она вдруг очнулась, и я с ней поговорил по телефону. Вот. Это было. Ну и в конце этого телефонного разговора она опять ушла в ком. После смерти жены Евгения ждало ещё одно потрясение. Смотрите далее. Зачем Евгений Стеблов ездил за советом к старцу? Это трудные такие этапы. Мог и спиться, мог и не играть. Как его сын попал в Соловецкий монастырь? И в письме, которое он оставил под лестницей на даче, он там написал. И почему народный артист не захотел быть один? Он же ещё не старик был совсем, понимаете? Когда после похорон меня на Троекуровском кладбище, когда меня привёз сын в Орвиху, там, в Раздоры, и я потом поднялся в свою комнату, где я спал, а там этажерка такая стояла, и икона на этажерке. Её не было уже в этом мире, вот, это Таня. Но я вдруг почувствовал какое-то вот необъяснимое, какое-то, как, это не дуновение, но какая-то волна, вот, от иконы. И я это так вот воспринял, что это она мне, это знак дала утешение, что ли, я не знаю. Так вот. После смерти Татьяны сын Серёжа не сказал отцу, что собирается уйти в монастырь. Он оставил записку. Видимо, не нашёл сил на тяжёлый разговор. Он меня как-то спросил, я потом вспомнил, говорит, вот как бы ты отнёсся, если бы я в монастырь ушёл. Я ему сказал, ради ребёнка, а потом уходи. А он уже был женат до этого и разведён. Когда Таня не стала, и ему одна наша подруга с Таней, она говорит, Серёж, ты давай присматривайся к девушкам-то. Все хотели, чтобы он поженился. Он говорит, да, 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 я присматриваюсь, присматриваюсь. А на самом деле у него уже другой процесс шёл. И в письме, которое он оставил под лестницей на даче, он там написал, при жизни мамы я на это не решался, потому что знал, что это её убьёт. А ваш с бабушкой это не убьёт. И, конечно, их сломала, я думаю, смерть Тани. Я думаю, что он и от этого ещё ушёл в монастырь. Но я вижу, как Женя это всё прямо героически, стоически выдержал. При всей кажущейся его как бы победному такому шествию по жизни, ну, я понимаю, что его обстоятельства вот ухода Татьяны и сын, и всё это. Это трудные такие этапы, которые он с удивительным смирением несёт. Я вот тут снимался в кино, пока у вас не было художественных фильмов, истории создания памятника Медной Фсадии. А я играю отца Екатерины Второй. Евгению Стеблову ничего не оставалось, только попробовать смириться. Но и тогда актёр ещё верил, что у него будут внуки. Евгений Юрьевич и в Соловецком монастыре попытался переломить судьбу. Я жил в гостинице, я пешком там приходил. И как-то я пришёл раньше, и меня пригласил в кабинет благочинный, и он мне говорит, вот я узнал, что ваш сын в монастыре, я говорю, да, батюшка, к сожалению, он остановил наш род, я сказал. И для меня, конечно, идеальный вариант был, если бы он был белое духовенство, семейное, был священником, который имел бы матушку, детишек, а он говорит, вы знаете, у меня глаз уже такой пристреленный, что называется, я опытный человек, я когда вот на него смотрел, и когда мне сказали, что это ваш сын, он говорит, такой человек или военный, или монах. Финальной точкой в теме продолжения рода для Евгения Стеблова стал разговор со старцем в Боровском монастыре, отцом Власием. Отправиться к нему актёру посоветовал молодой священник, с которым Евгений Юрьевич познакомился в аэропорту по пути на Соловки. Там же пересадка Москва-Архангельск, на Боинге летишь, а потом пересадка на маленький самолёт в Архангельске Ан-24, который летит на Соловки. И когда ко мне подошёл один молодой человек, познакомился, представился, он оказался священник из-под Самары он. И как-то мы с ним разговаривались, потом он, вот пока я неделю там жил, он с Серёжкой часто беседовал. Я видел, они как-то сверстники, они там как-то нашли что-то общее. И я поделился своими вот этими сомнениями. Тогда-то Евгений Стеблов и услышал о Калужском старце. Схерхимандрит Власий сумел найти нужные слова. Конечно, отцовская боль и желание увидеть внуков никуда не исчезли, но только тогда Евгений Юрьевич смирился с выбором сына. Ну, что я могу сказать? Я только понимаю, что Серёжа прав, он как-то сказал, он говорит, пап, ну вот что, сколько род существует? Ну, лет 300, он говорит. А дальше всё равно любой род прерывается, когда мы с ним на эту тему уже в монастыре говорили. А в то же время есть такое поверье, что один молитвенник монастырский спасает семь поколений рода своего. Вот. Поэтому вот с этим и живу. И ведь он не всегда был таким. Постепенно, постепенно как-то его жизнь, его, скажем так, слово жизни, не говоря больших слов, готовила к тому, что вот ему придётся в возрасте вот испытать то, испытать вот другое. Евгений Юрьевич понимает, сын выбрал труднейший путь из всех возможных. И главное, он достойно по нему идёт. Через некоторое время, как раз, когда мы были в Севастополе, работали, я купила икону и благословила его уже на этот монастырский путь, подарила ему эту икону. Одна женщина, мы как-то сидим с ней на пристани, одна женщина, выкает папа Серёжи, вот, я говорю, да, Стеблова, я говорю, да, спасибо вам за него, какой, значит, замечательный, там всё. Вы знаете, он совершенно безотказный, она мне говорит. Я говорю, ну, наверное, все тут так. Она говорит, да, не совсем. Смерть жены и отречение сына от мира сломали весь жизненный уклад Евгения Стеблова. Ему тоже предстоял нелёгкий выбор. И актёр, как всегда, сделал его в пользу семьи. Добрый день. Привет. В принципе, имел право поступать с собой как угодно, да, в этой ситуации. Мог и спиться, мог и не играть, и мог дома сидеть, понимаете, опуститься, но это всегда человек был к мельфу. Вот он всегда, он всегда стоически очень выдерживал эти все испытания. упал на вам, сударня, ягодить. Что это вы как будто умом рехнулись? Я умом рехнула. Да, вытащили меня в Москву, пошли затеять, баллы, да баллы, денежные траты, всякая стукатня, суетня. Дом мой поставили вверх, дом вот этого дурака. Он же еще не старик был совсем, понимаете, это прекрасно, что нашелся человек, который разделяет с ним дальнейшую жизнь и все. Я сначала не ходил жениться после потери Тани, но когда Сережа ушел в монастырь, то я понял, ну что же я один, а я бобылем не могу, я мужик семейный такой. Любовь Глебова по профессии тоже финансист, как и Таня, первая жена Стеблова. Свою новую жизнь актер воспринимает так. Я попал в хорошую семью. Сегодня Евгений Юрьевич знает, что такое воспитывать внуков. Может быть, его мечта сбылась. Не совсем так, как хотелось ему, но ведь главное сбылась. У меня есть пачерица, у меня как-то там охранник во дворе, который вот Слагбаум открывает, он говорит, вот мы вашу дочку пропускаем, и мне так, у меня-то был сын, а тут еще вот пачерица, дочка замечательная, Илья. У них с Димой, с зятем, двое малышей, очень таких ярких. Вот когда был юбилей, он встретил в окружении очень большой компании молодых людей, нескольких курсов, потому что у него мастерская, поэтому у него какое-то отцовство, оно другое, понимаете. Он совсем не одинокий человек, нет-нет-нет. Я только что увидел, что я председатель художественного совета института. Вот видишь? Да. Евгений Стеблов счастливый актер. Он нужен своим поклонникам, востребован как педагог. В трудных, порой кажущихся неразрешимыми вопросах, его поддерживает и спасает вера. Но он не спешит рассказывать об этом в интервью. Его исповедь зритель увидит только на сцене. Сейчас обладает вот такой внутренней силой и мощью, что он просто может выйти на сцене, молчать и все. Больше ничего не надо ни говорить, ничего играть, потому что он просто может просто произносить текст. И все. Вот тишина. Вот это, конечно, это все, вот это его багаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok